Давайте с вами откроем Библию и тема моей сегодня проповеди Горящее сердце Я молился, когда пастор сказал, мы согласовали определенную дату, чтобы приеду Я молился, думал, чтобы дать, но не просто дать, есть много что дать, знаете, но очень важно дать то, что хочет Господь Знаете, каждый раз, когда я еду в какую-то церковь или еду в какую-то другую страну Всегда я спрашиваю, чтобы поделиться, что дать, чтобы это было, знаете, ремо, чтобы это было свежий хлеб Чтобы это приносило, знаете, ободрение, вдохновение во имя Иисуса Христа Я молился, знаете, Бог дал мне одну историю, и мы сегодня будем здесь, с этой историей И мы сегодня побудем, сегодня я буду говорить с вами не как с младенцами, знаете, потому что я вижу, то есть, вы церковь духовная, знаете Можно давать твердую пищу, можно давать уже, знаете, не молоко, а можно уже есть мясо Павел когда-то одной церкви коричневской сказал, говорит, я не могу с вами говорить как с духовной, потому что вы еще плоские И, говорит, вас нужно еще питать молоком Но у вас церковь, есть помазание, есть авторитет Слова Божьего, знаете, есть служение И это говорит об определенном зрелости Но Бог хочет всегда переводить из веры веры, из силы силы, из славы славы Неважно, чего ты достиг, у Бога всегда что-то есть большее тебе дать Аминь Итак, давайте с вами откроем тема моей сегодня проповеди «Горящее сердце» Мнига Левит, 6 глава, и мы сегодня будем в этой главе Но потом я буду преломлять это и к Новому Завету И я верю, что мы сегодня что-то получим, аминь, ну, хорошее Книга Левит, 6 глава, Книга Левит, 6 глава Израиль вышел, я немного буду преломлять и объяснять, чтобы мы не запутались Ветхий и Новый Завет Израиль вышел, друзья, из рабства И цель Израиля, цель Израиля была не просто свободными людьми Когда Бог пришел, и Он сказал, что я выведу, то есть через Моисея, вывезти израильский народ Для чего вывезти израильский народ? Для того, чтобы они совершали служение на горе, то есть чтобы они служили Богу Аминь У каждой церкви есть предназначение, у каждой церкви есть видение У каждого, для каждого человека есть свое призвание в Боге У каждого человека даренный, способный, талантливый И Павел говорит, Павел говорит во 2 Коринфянам, 3 главе, что Он Иисус Христос, там с большой буквы написано, 3-6 Он сделан нас способными быть служителями чего? Нового Завета служителями не буквы, а что? Духа Святого У вас церковь называется церковь, что? Святого Духа Ваш пастор, когда звонит, идет инициалы полностью И потом еще написано, церковь Святого Духа Даже мобильный, знаете Это говорит, знаете, то есть помните мультик про Врунгеля? Помните, да? Как он говорил, как назовешь корабль, так он и поплывет Знаете, у вас хорошее есть название церкви, оно соответствует Потому что иногда просто одно название нету самого главного То есть у вас есть и название, и есть и Божье присутствие Здесь на этом собрании, друзья Есть Бог И вот Израиль вышел, они вышли в пустыню И Бог начал говорить с Моисеем И он начал говорить, что нужно Израилю сделать Для того, чтобы угодить Богу Аминь Итак, книга Левит, 6 глава И мы читаем с вами, друзья, с 8 по 13 стих С 8 по 13 стих И мы будем сегодня здесь И сказал Господь Моисею, говоря Моисей был пастыром Двух с половиной, ну где-то около трех миллионов людей Я когда вспоминаю, это отдельная тема Ну просто это, я не знаю, это такая благодать среди евреев То есть, ну не никуда не уедешь То есть в пустыне, они постоянно То им чеснока, то им хлеба, то им мясо давай То еще что-то им давай, знаете Но Моисей просто, знаете, он вел израильский народ Он верил своему призванию И вот написано И сказал Господь Моисею, говоря Заповедай Аарону и сынам его Вот законы всесожжения Всесожжение пусть остается на месте сжигания И на жертвенника всю ночь до утра Огонь на жертвеннике пусть горит на нем И пусть священник одевает соляную одежду свою И наденет на тело свое ляное нижнее платье И снимет пепел от всесожжения, которое Жег огонь на жертвеннике Положит его потре жертвы И пусть снимет с себя одежды свои И наденет другие одежды И вынесет пепел вне стана на чистое место Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает Пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро Давайте скажем, каждое утро И раскладывает на нем всесожжения И сжигает на них туг мирной жертвы Давайте скажем, мирная жертва И тринадцатый стих Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике И не угасает И вот с этого отрывка я сегодня хочу, друзья, Говорить с вами о том, чтобы Наши сердца горели Бог говорит через Моисея Он говорит, скажи Аарону и его сыновьям И его сыновьям Кто такой был Аарон и его были сыновья В ветхозаветнее время они были священниками Было отделено одно колено для того, чтобы они совершали храмовое служение И им нужно было что-то делать для того, чтобы когда народ приходил для поклонения Богу Чтобы они, когда приходили, приносили жертвы Самое главное, чтобы на жертвеннике всегда горел огонь В ветхозаветнее время была устроена такая скимия Палатка такая была Она была небольшая И для того, чтобы уходить святой и святой Для того, чтобы уйти, нужно было совершить определенное первое Когда входили в палатку, стоял жертвенник И на этом жертвеннике приносилась жертва И народ, когда захотел по разным обстоятельствам Когда это было раз в год Когда другие, то есть может быть Если это приносилась жертва мирная Или жертва за грех, приносилась Человек принимал решение принести жертву Он приходил, брал там, то есть или барана, или овна В зависимости от своего материального положения И он приносил к священнику И священник, то есть разделывал жертву Он перерезал горло, окроплял кровью И потом забирал там заднюю часть плечо и желудок Это приносилось в жертву И тем самым человек уходил, как бы удовлетворенный В зависимости от его нужды Но что характерно, что характерно Эта палатка, она стояла под открытым небом, друзья Был ветер, был дождь, знаете Гуляло все вокруг, то есть это обыденность была И вот задача священника, задача священника Независимо от того, придет народ или не придет народ Его ответственность была перед Богом и перед народом и перед Скиней Чтобы огонь на жертвеннике всегда горел Ответственность священника была для того дана, чтобы огонь всегда горел Есть вещи, которые зависят от Бога, а есть вещи, которые зависят от нас, друзья И в чем была ответственность священника, это его была обязанность Каждое утро приходить, приходить и поддерживать огонь Поддерживать огонь на жертвеннике Вот почему он сказал, что приходи каждое утро и подбрасывай дрова Давайте скажем дрова Дрова Я думаю, мы все сталкивались с огнем Мы все сталкивались, да, когда мы распаливаем костер Есть время, когда он горит, а есть время, когда он тухнет Аминь, вы здесь или нет? Да И вот задача была, то есть священника, подбрасывать эти дрова Подбрасывать дрова Для чего? Чтобы огонь на жертвеннике не горел Это было ветхозаветное время Что я преломлю к Новому Завету, друзья В Новозаветное время каждый из нас является этим священником Аминь 1 Петра, 2 глава, друзья 5 и 9 стих Апостол Петр говорит такие слова Апостол Петр говорит, что мы камни духовные, да? Камни духовные Устрояйте из себя, что дом духовный Приносите, что духовные жертвы Аминь 1 Петра, 2 глава Опятый стих И сами, как живые камни Устрояйте из себя дом духовный Священство святое Чтобы приносить духовные жертвы Благоприятные Богу Иисусом Христом И 9 стих Написано, что? В 9 стихе написано, что Вы Род избранный Царственное священство Народ святой Люди взятые в удел Дабы возвещать совершенство Презвращившего вас письма В чудный свой свет Это все вступление пока И вот, друзья, в Новом Завете Мы являемся священниками Здесь, на этой земле Каждый из нас Каждый из нас Является священником Здесь, на этой земле И вот задача, друзья, каждого из нас Чтобы наши сердца горели по Богу Чтобы наши сердца горели по любви к ближнему Чтобы две заповеди Они исполнялись в нашем сердце Бог хочет, чтобы мы горели для Него Бог хочет, чтобы мы горели для Него Чтобы наши сердца горели, друзья И нам нужно подбрасывать эти дрова И это наша ответственность, друзья Никто не будет это делать вместо тебя Не будет, пастор, то есть тебя, знаете, постоянно То есть зажигать там, постоянно, знаете, качать Есть ответственность Он может тебя вдохновить Он может тебе помочь Он может тебе дать возможность Чтобы ты состоялся, вошел в свое призвание Но есть ответственность моя личная перед Богом Чтобы ты горел для Него Чтобы твое сердце горело В Ветхозаветнее время Это было несколько кирпичей Это было место Что сегодня жертвенник? Жертвенник это наши сердца Жертвенник это наши сердца Это там, где обитает Бог Куда Бог приходит Павел говорил, что Любовь Божия излилась в сердца наши Чем? Духом Святым, друзья И это мы своими сердцами, друзья Устрояем эту жертву И Бог приходит на эту жертву Но есть ответственность Чтобы мы каждое утро Каждое утро подбрасывали эти дрова Подбрасывали эти дрова Что же это за дрова такие Которые распаливают наши сердца? Четыре ключа и четыре секрета Которыми я поделюсь Они мне очень простые Но я считаю, они очень важны Чтобы огонь всегда горел Огонь горел И никогда не угасал Библия говорит, что священник Каждое утро Каждое утро Должен вставать И распаливать Приходить и подбрасывать эти дрова Что же это за дрова, друзья В нашей жизни Чтобы наше сердце горело Чтобы наше сердце горело Первое, друзья Что нужно было сделать Огонь на жертвеннике Должен гореть и не угасать Каждое утро Священник должен Подбрасывать дрова И мы потом дойдем Там приносилась Жертва мирная, друзья Жертва мирная Жертва мирная, друзья Она отличалась от всех остальных Их много Приносилась Там разные Повинности За грехи И так далее Но чем удивительна жертва мирная Она переводится как Жертва благодарения Она чем удивительна Это единственная жертва Которая разрешалась Приходить Человеку приносить И брать определенную часть От той жертвы И садиться в кругу друзей Своих знакомых и близких И пушать от этой жертвы Она приносилась В трех случаях Первое Иметь хорошее общение с Богом Второе Она выразить свою благодарность Богу по факту То что совершилось То что или Бог уже сделал Знак благодарения Приносилась Эта жертва И третье Третье Это знаете Часть жертвы Разрешалась брать с собой И есть В кругу Родных и близких друзей Садились вместе И брали эту жертву Брали часть И разделяли И тем самым Они благодарили Бога И вот друзья Четыре Ключа которых Я хочу поделиться Первое Друзья Что распаливает Или зажигает Наш огонь Это друзья Конечно же Молитва Их много В Библии То есть Описывается Молитва Но я хотел бы Сегодня коснуться Трех Молитв Которые зажигают Наше сердце Которые зажигают Наше сердце Которые горит Наше сердце И мы сегодня Часть практиковали уже Первое Друзья Это Молитва Это взаимоотношение Бог живет Среди славословия Своего народа И каждое утро Когда ты просыпаешься После того Как мы сходили в туалет Попили воды Там умылись Наша ответственность Друзья Наша ответственность Уходить от суеты Потому что В течение дня К нашей душе Может прилипать Множество разных ситуаций Проблемы На работе В семье Может быть В служении Может быть По дороге Где-то Может быть Еще какие-то ситуации И оно прилипает К нашей душе И если мы Не открываем Своё сердце Если мы Не общаемся С Богом Если мы Не отдаем Это все Богу Друзья Если мы Не освобождаемся От этого Мы можем Ходить под Премием И оно может Давить каждого Из нас Мы люди Здесь или нет И вот Что сделал Иисус Первое Иисус нам Дал пример Друзья Евангелие От Луки Пятая глава Пятая глава Шестнадцатый Семнадцатый Сих Что Иисус Сделал Смотрите Он был Богом Здесь на земле Он ходил В победе Он ходил В славе Божьей Он изгонял Бесов Кормил людей Имел Хорошее влияние Он совершал Чудеса И знамения Молва О нем Большая Расходилась Но Он уходил В пустынные Места И молился Почему Пустынные Места Ему нужно Было Время И место Для того Чтобы пообщаться Со своим Отцом Нам необходимо Друзья Время И место Иметь Личные Взаимоотношения С Богом Знаете Что удержало Меня Церкви Двадцать лет Назад Ни пастыр Меня не удержало Ни церковь Меня не удержали Ни какие принципы Ничего Меня удержало Однажды Я начал ходить На молитвенное собрание Я вам скажу честно Я первое время Ходил на молитвенное собрание Я не понимал Однажды На молитвенное собрание Мы собирались Каждое утро Я проходил Пять километров Пешком Для того Чтобы прийти на восемь утра На молитву Молитвы были одни и те же самые Парень Брат Брал гитару Пели несколько псалмов Потом молились За Украину За евреев За город За пастора За церковь За служителей Я это терпеливо ждал Потом в конце То есть Я не понимал Я ходил месяц Два Я не понимал Что происходит Зачем каждый день Молиться За этих евреев Я не понимал И в конце Когда заканчивалась молитва Знаете Я теребил лидера Я говорю Слушай Давай молись За меня Что ты за всех Помолился А за меня То есть Не помолился Молись Теперь за меня Вы знаете Я первое время Я не понимал Но однажды Я пришел На молитвенное собрание Знаете Что произошло Я пережил Встречу с Богом Когда ты переживаешь Встречу с Богом Когда ты переживаешь Его любовь Когда ты переживаешь Его присутствие Вот это вот Самое дорогое И самое ценное Что есть в твоей жизни И когда ты Пережил это ты будешь хранить, и ты потом всегда хочешь это иметь еще больше в своей жизни. Вот что делал Иисус, друзья, если Иисус, будучи здесь, в образе человеческом, Он был 100% Бог, и Он был 100% человек, Он был Бога-человеком. Но Он удалялся в пустынные места, Он уходил, молился, и 17 стих. Для чего, друзья? В один день, когда Он учил и сидел тут, фарисеи, законоучители, пришедшие, то-то-то, и написано, что и сила Божия Господня являлась в исцелении больных. Когда ты будешь проводить время, когда ты будешь проводить время с Богом. Этого, может быть, никто не видит, но люди будут видеть в твоей жизни изменения, твои глаза будут гореть, на тебе будет помазание, сила Божия будет, будет влияние, будет авторитет. Почему? Потому что ты проводил время с Богом. Молитва – это один из первых ключей. Священник должен был подбрасывать дрова, и человек должен приходить на молитву. И молитва – это неотъемлемая часть христианина, потому что человек не может не молиться. Это как рыба, выброшенная от весы из воды. Он будет задыхаться. Человеку необходимо молиться, но молитва не ради молитвы, друзья, потому что иногда молится молитва ради молитвы, а главное, чтобы встреча была с Богом. У кого-то это может быть утром. Знаете, когда я уверовал, я работал на разных работах, и иногда у меня получалось утром молиться, но иногда мне нужно было пешком идти на работу, и рано вставать, и у меня не хватало утром времени помолиться. Знаете, что я не делал? Я совершал вечером молитву, я находил в процессе дня время для того, чтобы встретиться и помолиться с Богом. Цель, друзья, не сама молитва, а цель, друзья, это встреча с Богом. Если будет эта встреча с Богом, вы будете преодолевать все трудности и испытания в своей жизни, потому что вы будете переживать любовь Божия, и она будет рядом с вами. Это делал Иисус. И когда Он проводил время, Писание говорит, что сила Божия являлась для исцеления. Когда ученики в эту ночь, когда Иисуса распяли, когда они все соблазнились, они разбежались, Иисус являлся учеником в продолжении 40 дней, и Он собирал их. Он являлся 10 или 11 раз, вот эти 40 дней, до Вознесения, между Вознесением и Вознесением, в продолжении 40 дней, Он являлся учеником. И Он сказал, Он говорит, идите в Иерусалим, идите в Иерусалим и ожидайте. И Библия говорит, они все единодушно пребывали в чем? В молитве. И явилась что? Сила Божия. Явилась сила Божия. Когда мы соединяемся вместе, есть личная молитва, а есть время, когда мы соединяемся с церковью. Вместе мы молимся, мы поклоняемся, мы поем языками, мы поем духом, мы поем, и сила Божия присутствует. Наше сердце загорается. Давайте будем искренними, честными. Хорошее было поклонение. Бог касался сегодня. Почему было поклонение хорошее? Потому что Он пришел, Он суверенен, Он приходит. Но вторая часть, есть наши сердца, и Бог живет среди славословия своего народа. Когда мы начинаем поклоняться, Бог зажигает наши сердца. И нам хорошо. Итак, первая дрова, которую мы бросаем, это, друзья, это, конечно же, молитва, прославление, хвала и поклонение Богу. Приведу еще один вам пример. Чарльз Свиной. Слышали такое? Это был удивительный человек. Знаете, часто говорят, вот, там, просто ему повезло, он там в семье верующей, там, родился, там, в третьем поколении, там, и так далее, там, все за него молились. Я вам хочу сказать, если у человека будет личное взаимоотношение с Богом, сила Божия будет являться через него. Сердце будет гореть. Был Чарльз Свиной такой. Этот человек был удивительный. Знаете, чем он был удивительный? На нем было очень сильное помазание Божьего присутствия. Но оно не упало, ему просто, знаете, как бы так некоторые думают, вот, до 25 лет в его доме никто не молился, он никогда не слышал о молитве. Он вообще не знал. Он поступил, изучал юридическое право, юридическое право, и потом он встречал некоторые ссылки по Библии, то, что встречается. Его это заинтересовало. Они переехали потом в другой город, он открыл уже адвокатскую свою контору, контору и работал юристом. Он еще мечтал впоследствии стать музыкантом, но поступил все-таки и любил играть на велончели. И вот однажды ему проповедовали, и он пришел на собрание, и он принял, как бы, Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сразу особо, как бы, таких перемен, можно сказать, чтобы сразу не произошло. Ему сказали, тебе нужно молиться. Его адвокатская контора была недалеко, и когда выходишь, был лес. И вот однажды, однажды, он вышел со своего адвокатской конторы и пошел в лес молиться. Он пошел в лес молиться, разговаривать, играть на велом челе, знаете. И там он встретился с Богом. Он очень сильно пережил Божье присутствие. Он думал, что прошло всего там пару часов, но, оказывается, он провел весь рабочий день там, именно в лесу. Общался, поклонялся с Богом, пережил встречу с Богом. И когда он пришел к себе, его коллеги увидели в нем определенные изменения. Что у него глаза горят. Что он изменился даже в лице, знаете. И они начали заинтересоваться, и потом они все покаялись. Но в чем удивительность этого человека? На нем было очень сильное помазание присутствия Божьего. Однажды, я вам приведу три примера из его жизни. Однажды он пошел в лес, братно же, и встретил там этих, что, лес, дровоседья, которые зарабатывали, и их было очень много. И они встретили, а он туда ходил постоянно молиться. Он начал им проповедовать Евангелие, и они все покаялись. Все покаялись, и пошли в каждую свою деревню. Он пошел на свое рабочее место. И потом спустя где-то какое-то время, он обратно пошел уже в этот лес молиться. И он встретил этих дровосеков. Они были из разных деревень. Они все приняли Христа, он за них помолился. Вы знаете, что произошло? Эти дровосеки пошли в каждую свою деревню, рассказали то, что они пережили, рассказали Евангелие, и в каждой деревне покаялись почти все люди. Они пришли к нему и сказали, слушай, дай нам пастора, потому что люди покаялись, мы теперь не знаем, что с ними делать. Однажды, когда он зашел на завод, он зашел на завод, и присутствие было настолько сильно, настолько сильно было помазано, и его сердце так сильно горело по Богу, что он начал разговаривать с женщиной возле станка, и она начала просто плакать. Она начала плакать, и тут же он повел ее в молитве покаяния. В присутствии так распространилось, окружающие люди, которые работали, они начали слушать, и они начали тоже подходить, и он начал молиться. Директор фабрики увидел это со своего окна, он зашел туда и увидел такую картину, он остановил все станки, и весь завод покаялся, склонился к колене перед именем Иисуса Христа. Войдя возле ним, слава Богу. Что он сказал, что сейчас пришло время не работать, а сейчас пришло время каяться перед Богом. Друзья, я не хочу, чтобы мы себя сравнивали с кем-то. У каждого из нас есть свое помазание, есть свое присутствие. Чарльз Финей – это Чарльз Финей, Давид – это Давид, Павел – это Павел, Бенихин – это Бенихин. Но каждый из нас личность, и у каждого из нас есть свое помазание для исполнения воли Божьей. И очень важно, чтобы мы никогда ни с кем себя не сравнили, потому что если ты будешь себя с кем-то сравнивать, ты попадешь в соблазн, в ловушку. Ты личность, ты не чья-то копия, ты оригинал, и у каждого из нас есть великое будущее во Христе. Аминь. Итак, первое, друзья, это молитва. Второе, то, что горит, горит в нашем сердце, когда мы что-то делаем для Бога, когда мы служим для Бога, это, конечно же, авторитет священного писания. Но я хочу сегодня зайти не просто, чтобы знать Слово Божие, а когда, может быть, ты делаешь что-то для Бога, и ты сталкиваешься с какими-то проблемами и трудностями в своей жизни, то очень важно, что бы ни происходило, мы всегда должны возвращаться к авторитету Слова Божьего. Иногда что-то может пойти вопреки того, что мы не понимаем, или, может быть, мы до конца еще не видим конечного результата того, что Бог хочет сделать в нашей жизни. И что-то происходит, и вот иногда люди падают в разочарование, в уныние, иногда у людей это затягивается в депрессию, и они разочаровываются, пускают руки. И это самое страшное, что может произойти в жизни христианина. Не важно, что происходит в твоей жизни, всегда возвращайся к Слову Божию, потому что только Слово Божие может зажечь твое сердце. Итак, друзья, Евангелие от Луки, 24 глава, мы посмотрим с вами одну историю. Ученики ходили возле Иисуса 3,5 года. 3,5 года. Они мечтали о большом, они минимум видели себя премьер-министрами, кто-то видел себя, то есть, главным, то есть, банкиром, кто-то видел себя, может быть, еще кем-нибудь. И вот, друзья, когда Иисуса распяли, все они соблазнили, все они разбежали. Все они попали в эту ловушку. Иисус говорил, я пришел на эту землю для того, чтобы умереть и воскреснуть в третий день. Это был план Божий, это была воля Божия, потому что Он, как Агнец Божий, пришел на эту землю. Но когда Иисуса распяли, они все соблазнились, все до одного, и они все разбежались. Они попали в эту ловушку, в ловушку сатаны, знаете, они попали в этот обман. Слово соблазн очень интересно. Это греческое слово скандалон. Оно переводится, колышек, который на мышеловке. Вот это слово соблазн, греческое слово переводится как скандалон. Это наживка в мышеловке. Вешает для того, чтобы мышка туда приблизилась, укусила, и потом, мы знаем, да, по шее, то есть, захлопывается. Вот это вот греческое слово скандалон, это русское слово соблазн. Рад еще соблазнился, попал в определенную ловушку, или, можно сказать, в мышеловку. И вот Библия говорит, что ученики все не соблазнились. Все разбежались. Почему они соблазнились? Я вам объясню. Они думали, что когда Иисус придет, они знали хорошо Писание, они знали хорошо пророчество. Но они думали, что это будет политически. Что Иисус будет, как Давид, царем. Он освободит, то есть, Израиль от римского ига. Потому что Рим охватил две трети земного шара. И Израиль был колонией. Что это будет политически. Но Иисус сказал, что Мое царство не от мира всего. Он принес другое царство. Царство Божие. Но они думали, что это будет политическое. Что Он сядет в Иерусалиме. Они 12 человек, каждый из одного колена. И они будут управлять всем Израилем. Они думали, что это будет больше политически. И когда Иисуса распяли, они все соблазнились. Что-то пошло в их жизни. Все их планы, все их надежды, они рухнули в один день. И все. Они все разбежались. Они разбежались. Иисус потом являлся. И вот два ученика, два ученика идут из Иерусалима разочарованные. Глаза опустили. И уже, может быть, похоронили свое призвание. Похоронили ту мечту, которая, может быть, горела в их сердце. И идут вдвоем из Иерусалима. Один из них клепа. И разговаривают. Вот, а мы думали. А мы надеялись. Так было все хорошо. Такие планы были, как у Наполеона. И они разговаривают между собой. И Иисус пристроился возле них третьим. Ну, в хорошем смысле. Он пристроился возле них третьим. Начинает с ними разговаривать. Они вроде как не замечали. Думали, что это просто какой-то, знаете, ходит. То есть, какой-то отшельник там. И вот они начинают с ним разговаривать. Евангелие от Луки, 24 глава, 21 стих. Заметьте, что они говорят. Как они говорят. Написано так. А мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиль. Он пришел избавление, но Он пришел избавить не только Израиля, все человечество от рабства, от греха. А они думали, что это будет политически. Иногда люди приходят в церковь, знаете, у них какие-то свои представления. То есть, знаете, какие-то, может, ну, какие-то другое. Или что-то они надумали, но не то, что, знаете, может быть в плане Божьей, воле Божьей, или не то, что в Слове Божьем. Вы понимаете, что люди говорят? И иногда люди приходят и потом разочаровываются. Знаете, иногда даже раньше в 90-х проповедовали. Приди и так, будешь миллионером. Во имя Иисуса. И так думают, за волосину дернул. Трахте, бедохте, бедахте, бедохте. Жену 90-60-90. Я, Мерседес, БМВ, у меня все будет хорошо. Но суть Евангелия не в этом, друзья. Суть Евангелия в спасении, в исцелении, для того, чтобы впоследствии ты стал служить Богу. Друзья, я имелся в вечную. Аминь. И вот что они говорят? А мы надеемся, что Он есть Тот, Который должен претизбавить Израиля. Совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло, их планы разочаровались. Иисус дальше говорит, пристроился к ним, Он начал им объяснять. И в 32-м стихе что-то произошло с ними. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге, и когда изъяснял, что? Писание. Когда изъяснял Писание, Иисус пристроился, они начали Ему открывать. А мы думали, а мы надеялись. Иисус начал им от закона, от пророков, Он начал говорить. И загорелось их сердце, загорелось их сердце. И что они потом сделали, друзья? Мы видим потом дальше. Они возвращаются куда? Они возвращаются куда? В Иерусалим. Они вернулись к тем ученикам, и были среди тех 120 человек, когда получили крещение Духом Судим. Но когда загорелось их сердце? Когда они пребывали в Слове Божьем. Когда они пребывали в Слове Божьем. Если что-то у тебя не получается, или, может быть, ты не видишь еще ответа, возвращайся к Слову Божьему. Смотри, как говорит Слово Божье. Ищи Бога через Слово. Получай Рема в своей жизни и твердо стой на обетованиях Божьих. Если у тебя чего-то нет, это не означает, что этого еще не будет. Может быть, не пришло время, потому что всему свое время и всякой вещи под небом. Иногда Бог может говорить в нашу жизнь, но, может быть, мы сразу не видим результата. Но проходит время, когда мы взрослеем, мы изменяемся, мы входим в эту волю Божью, мы входим в эти обетования Божьи. И мы получаем эти благословения, которые Бог запланировал в нашей жизни. Аминь. Я не знаю, как я рассказывал, я одно время болел туберкулезом. И знаете, в церкви у нас там молились за меня там все великие. И епископы молились, и пасторы молились, и из репцентра старшие молились. Но я не получал исцеление. Потом, помню, сказали, в 99-м году приехал сюда в Киев, Банихин на стадионе будет. Мы в автобусы все поехали, на стадионе стояли, там помню, Банихин молился, там что-то помолился. Я как упал, чуть два ребра не поломал, это пластмассовое стуло. Думал, ну все, вот оно мое исцеление. Стоял, знаете, и думал, вот мое исцеление. Я ж упал, и мурашки даже подъезжали, знаете, от кашки до макушки. Иногда люди так хотят чувствовать, то есть как бы, знаете, и думаю, прихожу, приезжаю домой, делаю определенные снимок. А мне говорят, это ваше пятно еще больше, то есть увеличивается. И знаете, пришло уныние какое-то, думаю, это что ж такое, или с Банихином что-то не так, или со мной что-то не так, или думаю, вообще, ну как-то, то есть, думаю, игра какая-то непонятная. Знаете, я начал исследовать Писание, я углубился в Слово Божие, я начал прославлять, хвалить и поклоняться. И однажды Бог дал мне Слово. Это исход. Он сказал, что служи мне, и я благословлю хлеб и воду, и отращу от тебя все болезни. И знаете, спустя 4 года, было обычное собрание, я стоял на служении, поклонялся Богу. Простое собрание. Было Божье присутствие, Бог пришел и исцелил. Я потом пошел, сделал снимки, и полностью, то есть, даже и рубцов не осталось, и за короткий промежуток время, то сейчас я похудел, у меня было килограмм 50, а потом резко стало 110. Для Бога нет ничего невозможного, нам нужно возвращаться в Слово Божие. Однажды Давид, друзья, Давид, собрал 30 тысяч человек, и решил перевезти ковчег Божий. Помните историю? 2 Царств, 6-я была. И вот, он положил на тележку, вернее не положил, а то как филиссимляне отдали эту бричку, то есть, и там был ковчег. И так этот ковчег поехал на этой тачке, на этих быках, на этих валах. И в один прекрасный момент, эти валы наклонились, знаете, и Оза, из добрых побуждений, он протянул свою руку, ну, и он упал, и умер. Но это отдельная тема, я не хочу на этом застрять внимание, почему он нарушил Слово Божие, он не имел права. И вот, друзья, написано, там есть таких 3 слова, что Давид первое, что опечалился, устрашился, и самое печальное, что произошло в жизни Давида, он не захотел ничего делать, бросил, отдали этот ковчег в определенный дом, авиадара, они отдали этот ковчег там, и он там, то есть, находился 3 месяца, 3 месяца он находился, и приходят старейшины, и говорят, говорят, слушай, Давид говорит, а Бог благословил дом, авиадара, за то, что ковчег Божий, и пришло благословение, знаете, и Давид собрался со старейшинами, они открыли священное писание, открыли священное писание, и посмотрели, как должно было перевозиться ковчег Божий, ковчег Божий, должны были носить священники и левиты, на чем? На плечах, в ветхозаветное время, это было в законе написано, сегодня мы носим его внутри, то есть, мы, храм Духа Святого, и мы, именно эти священники и левиты, но они не посмотрели, это была ответственность не Давида, это была ответственность священников или левитов, правильно нести ковчег Божий, но Давид вернулся к Слову Божьему, они сели, открыли Библию, они сели, открыли закон, они прочитали, очистились, омылися, собрались все вместе, и переносили ковчег Божий, и после того, Давид через каждые шесть шагов проносил жертву мирно, жертву благодарения, в знак почитания и уважения того, что Бог благословляет его, что Бог благ, что Бог открыл его, и Он сохранил свое благодарное сердце, и Он перевез его к ковчег, и сделал доступным, каждый человек приходил и поклонялся Богу, но было время, что-то пошло в жизни Давида не так, если в твоей жизни что-то не так, возвращайся к Слову Божьему, это один из принципов дрова, как мы распаливаем дрова, третья сфера, как мы подбрасываем дрова, вы сейчас со мной вмещаете? Аминь! Дрова, третья сфера, как мы вмещаем и распаливаем эти дрова, друзья, это Евангелие, в Евангелии есть сила, 2-3, пастори тоже с собой соглашаются, послание к римлянам, 1 глава, послание к римлянам, 1 глава, 16 стих, послание к римлянам, 1 глава, 16 стих, апостол Павел говорит такую фразу, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Евгению, а потом Елену». Написано «Ибо я не стыжусь» 16 стих. И написано «Потому что оно есть что? Сила Божия». Давайте скажем «сила Божия». Когда мы выходим на улицу, друзья, когда мы соприкасаемся с людьми, когда мы говорим Евангелие, друзья, через это высвобождается сила. Всегда сила Божия в Евангелии. Когда ты людям святительствуешь, когда ты людям говоришь о Христе, приходит сила Божия на то место, где ты говоришь людям. Ты сожигаешься, твое сердце начинается загораться, загораться, когда ты говоришь Евангелие. Потому что Павел говорил, что сила Божия, когда мы говорим Евангелие, когда мы говорим благую весть, друзья. Однажды, знаете, Иисус специально отослал своих учеников. Потому что Он знал наперед, что Он встретится там с женщиной-самарянкой. Евангелие от Иоанна, 4 глава. И Он специально отослал, чтобы не было, знаете, религиозных таких, знаете, споров, то есть там доктрин, где кто поклоняется, потому что они были все иудеи. И Иисус знал наперед, случайностей не бывает, потому что Он пошел, и там было время. Это было время, самое жаркое время в Израиле, возле колодца. И женщина, женщина тоже не случайно, она выбрала это время, потому что обычно в это время люди не ходили за водой, потому что возле колодца было много людей. Но из-за того, что она вела не особо, может быть, моральный образ жизни, у нее было несколько мужей, это разочарование в мужчинах, это разочарование в браке. Она не хотела видеть, потому что люди презирали ее, потому что она, был у нее этот шестой, то есть и тот незаконный, там этот пятый, сколько у нее мужчин было. И вот эта женщина идет за водой, потому что ей нужна была вода. Но Бог, вы знаете, никогда не опаздывает и никогда не спешит. Он приходит в самое приятное время для каждого из нас. И вот Иисус сидит возле колодца и начинает разговаривать с этой самарянкой, он начинает разговаривать, и он открывается, кем он есть. И она говорит, вот говорили, что наши отцы, мы будем поклоняться на этой горе, а вы говорите в Иерусалиме, и на фоне определенных религиозных вопросов, споров. Но потом он открывается ей, что он есть Мессия, что он именно есть тот, который пришел. А самаряне знали, и ее сердце загорается. И она оставляет эти водоносы, и она бежит в город, друзья. И ее уже не беспокоило мнение, знаете, окружающих людей. Ее уже не беспокоило ее прошлое, ее не беспокоило, знаете, ее образ жизни. Она встретилась за Христом, и она побежала в этот город, и она начала распахать, друзья. И сила Божия наполнила этот город, друзья. И что люди захотели, и они взяли, они притянули Христа в этот город. И Иисус пришел в этот город, и великое множество людей покаялось в этом городе. Я лично верю в то, что мы молились, друзья. Есть сила Божья на вашей церкви. Бог хочет дать вам великое множество людей в этом городе, спасенных, Борисполя, чтобы Царство Божие распространялось во имя Иисуса Христа. Когда мы будем открывать рот, когда мы будем свидетельствовать людям, наши сердца загораются, наши сердца загораются, когда мы говорим Евангелие, когда мы говорим именно благую весть. Когда ученики вернулись возле Христа и сказали, вот есть пища, мы принесли тебе поесть, он говорил, есть пища, которую мне нужно творить. Иисус был удовлетворен, когда каются люди, когда каются через твою жизнь, ты будешь удовлетворен, и твое сердце будет гореть. Твое сердце будет гореть. Вы знаете, мы на прошлой неделе в одной из начальней церкви делали евангелизацию. И там пастор был, там на Ингульце, там есть одна сестра, она ведет домашнюю группу. Если посмотреть такими, знаете, естественными, то есть человеческими глазами, она одинока. На себе тянет эти коммунальные услуги, ей тяжело, она лидер домашней группы. Сын у нее только освободился, пришел, покаялся на церкви. Ну, бывает так иногда, знаете, это процесс изменений. Он освободился, я с ним говорил, молились за него, знаете, покаялся какое-то время, походил, потом перестал ходить на собрание. Его посадили, обратно дали 4 года. Она пришла плачет, говорит, пастор, ну что ему делать? Я ей молилась, он вроде бы и покаялся. Потом, знаете, перестал ходить на собрание, его снова посадили, дали ему 4 года. Я говорю, послушай, Таня, не живи, он уже взрослый, он уже сам несет ответственность. Все, что ты могла сделать, ты уже сделала для него. Живи Христом. Пускай Христос будет твое удовлетворение. Не живи, то есть, видим его вещами. Знаете, понятно, то есть, неприятно для матери, понятно, тяжело, но она начала жить, как бы, Христом, знаете, начала больше проводить время. То, что от мамы положено, делай там, по возможности, там, эту посылку, там, ездит к нему на свидание, любви его, принимай, так, как и есть. Мы не знаем, что Бог может, может, Бог там, через него сделает пробуждение, может, там, в церкви, то есть, будет там, она в зоне, мы не знаем, то есть. Ну, сейчас он уже обратился, уже вроде бы готовится принимать водное крещение, там, в зоне. И вот, она вышла на евангелизацию. Она вышла на евангелизацию, мы дали такие трактаты. И это одна сестра мне, там, администратор говорит. И говорит, звонит мне вечером эта Таня, она такая самая, ну, как бы, не то, что застенчивая, она такая скромная. А эта звонит, у нее рот не закрывается. Она вышла на евангелизацию, она даже не ожидала. Она начала раздавать трактаты. И я учу, что, ну, не просто раздать трактаты, а надо сказать о Христе. И если есть возможность, человека просто подвести на том месте покаяния, подвести к Богу, подвести ко Христу. И она звонит, она говорит, в процессе, там, 5-6 часов, она посвятила, ну, как бы, это время Богу. Она проповедовала евангелие, раздавала трактаты. У нее покаялось 10 человек на улице. На улице, знаете. И она вечером звонит этой сестре. Таня, та сестра уже не могла, то есть, ну, как бы, так, по-человечески, то есть, ее терпеть. Потому что та минут 40 рассказывала каждое покаяние. Рассказывала, как она молилась за каждого там мужчину, за одну бабушку, как у нее ухо перестало болеть. Та сестра говорит, я уже ее, то есть, ну, терплю. То есть, я вижу, у меня уже внутри зависть появляется, что я не пошла на эту евангелизацию. И она говорит, я увидела, как горит сердце этой Тани. Что произошло? Знаете, в ее жизни, может быть, не всегда, ну, не все так хорошо. Сын сидит в тюрьме, может быть, не хватает денег. Но когда она начала проповедовать Евангелие, друзья, сила Божия пришла в ее жизнь. Ее сердце загорелось. Когда мы говорим Евангелие, друзья, о благую весть, наши сердца загорались. Тоже один из принципов, чтобы наше сердце горело. Аминь. Третья сфера, когда мы распространяем Евангелие, Царство Божие. Друзья, мы загораемся и мы горим. И четвертое, то, что я считаю очень важно, то, что сохранит огонь, то, что сохранит огонь, друзья, то, что сохранит огонь, друзья, это благодарное сердце. Благодарное сердце. Независимо от того, что мы проходим, друзья, независимо от того. Бог сказал через Моисея приносить жертву мирную. Это жертва благодарения. Знаете, когда священник стоял, люди могли сегодня прийти на служение, принести жертву, а в другой день могли не прийти. Иногда в нашей жизни бывают разные периоды, разные, знаете, такие временные сроки. И очень важно, чтобы мы не ожесточили своих сердец, знаете, чтобы независимо, то есть то ли есть успех, то ли, может быть, ты проходишь какие-то трудности, Бог хочет, чтобы наши сердца были благодарны Ему. Чтобы наши сердца благодарили Бога за спасение, за исцеление, за жизнь вечную, за то, что мы имеем, за то малое, которое есть в нашей жизни. Апостол Павел говорит такую фразу, 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 8 стих. Он говорил, великое приобретение, 6 стих. Великое приобретение, великое приобретение, быть благочестивым и что? Довольным, друзья. 7 стих. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. И вот, имея пропитание и одежду, будем довольны или будем благодарны тем, что у нас есть. Благодарное сердце, благодарное сердце, оно всегда будет гореть. Благодарное сердце за то, что Бог совершил в твоей жизни, неважно, какое социальное положение, неважно, чего ты достиг. Я научился в своей жизни благодарить Бога за то, малое, то, что у меня есть. Когда я покаялся, не всегда у меня даже было в чем ходить. Но я благодарил Бога за то, что Он дает мне все необходимое для жизни и благочестия. Когда в церкви у нас было долгое время, на собрании у нас было 20 человек, мы молились за 100 человек. И я, может быть, сразу не видел определенного результата. Но я все равно был благодарен Богу за то, малое, то, что у меня есть. И пришло время, спустя 7 лет, когда на 8-й год мы переступили барьер 100 человек. И было время, знаете, когда моя жена с родами, вот у меня ребенок, он родился почти, даже не полных 7 месяцев, попала в больницу. То есть у нее веса было килограмм 40 грамм. Врачи говорили, что она умрет, что ребенок навряд ли, если даже выживет, будет ДЦП, БББ, МММ, все диагнозы, если перечислять. Жену сказали, мы постараемся как-то подмопичить, как-то, то есть, откачать, потому что у нее была сильная течность. Жена поехала в одну реанимацию, ребенок находился в другой реанимации, даже не могли ее перевозить, потому что в килограмм, в 40 грамм в роддоме родилась, а перевезти, это нужно было. Она не могла приезжать. И, знаете, мы только открыли церковь. И, знаете, я приходил на собрание, поклонялся Богу, я утешался Богом, я стоял в обетовании Божьем, я говорил, Бог, все, что ты не начинаешь делать, ты делаешь весьма хорошо. И я верю, что я и мой дом будет служить Богу. Знаете, как важно в нашей жизни, у меня нету до сих пор своего жилья. Я не ропчу. Каждый год, когда мы пишем цели и нужды, мы живем на квартире. Она недавно подвозила, я служил у епископа в церкви, я подвозил одну сестру. Знаете, я подвожу, говорю, вот здесь мы живем на квартире. Она мне говорит, как, вы на квартире? Я посмотрел на нее. Я говорю, да, на квартире. Ну, вы же помощники епископа, у вас же там три церкви, вы же там бакалару, вы же там магистр. Начала перечислять свои достоинства, я про них позабывал уже давно. Я говорю, ну и что? Ну, как вы на квартире? А что в вашем представлении, если я пастор, у меня должно быть три матраса, один долларовый, другой евро, другой гривен. Я говорю, нету. Она, ну как нету у вас своего жилья? Я говорю, нету. Видно, честный пастор. Она была очень сильно удивлена. Знаете, что я ей сказал? Я говорю, я все равно благодарен Богу за то, что у меня есть. Независимо от того. Павел говорил, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Быть благочестивым и довольным. И я благодарен Богу, что Он спас меня, что по милости Божией дает мне служить. Я благодарен Богу, что у меня есть жена. В этом году у меня ребенок начал служить Богу. Он сидит на проекторе, усвечивает песни и проповеди мои. И я вам хочу сказать, как отец, я счастливый. Я довольный. Я благодарен Богу за то мало. И я верю, что Бог даст несравненно больше, чем мы просим или чем мы помышляем. Но для того, чтобы взять больше, братья и сестры, нужно быть благодарным Богу за то мало. Благодари Бога за ту зарплату, которая есть. Да, может быть, она тебя не устраивает. Я тебе не говорю, с этим соглашаться. Но быть благодарным, молись за больше. Благодари Бога за то служение, которое есть. И мечтая о большем, ревнуя о большем. И ты увидишь славу Божию в свою жизнь. Одна из причин, почему Израиль не мог войти в землю обетованную, это был ропот, это было недовольство. Вот что Бог повелел через Моисея. Он сказал, говорит, Айрону и сыновьям его. Пускай каждое утро они подбрасывают дрова. Подбрасывают дрова. Что эти за дрова? Четыре ключа, которые зажигают наше сердце. Это молитва, но не просто молитва. Это прославление, хвала, поклонение, друзья. Молитва языками, молитва духом, оно зажигает наше сердце. Второе, друзья, это когда мы, друзья, пребываем в Слове. Пребываем, друзья, в этом откровении. Наши сердца загораются. Загораются наши сердца, когда мы пребываем в Слове. Третье, это когда мы проповедуем Евангелие. Когда мы говорим благую весть людям. Наши сердца загораются. И четвертое, четвертое, это, друзья, когда мы благодарны Богу. Написано, чтобы мы приносили жертву в мирную. Жертва благодарения. Жертва благодарения, знаете. И она приносилась, я вам уже говорил. Первое, это иметь хорошее общение с Богом. Второе, выразить свою благодарность Богу по факту. Знак благодарности. Я помню, мы взяли вторую машину, кажется, и в 2000, это был восьмой год, мы ехали на конференцию в Днепр-Шакравинск. У нас должна быть встреча там с Алексеем Ледяевым. Мы ехали на машине. В моей машине было три человека. Был один из пастеров. И один был братом нашей сестры. Там она бухгалтером церкви. С кровоурога на Днепр-Шакравинск. Только новая машина. Новая машина. То есть перекупщики, когда забирали, они говорили, ты первый у нас. На спидометре всего было 1700 метров. И мы ехали на машине, а вечером был дождь. Это было 24 января. Ночью мороз, а утром снежком притрусило. И я еще еду с братьями. Я говорю, братья, я не буду сильно гнать. Я говорю, потому что дорога такая. Ну, в пределах 80 я буду как-то так ехать. А там дорога, стиральная дождька. И вот машину бросила. Бросила машину. И нас с юзом сунуло. Знаете, и потом такие отбойники. Еще там канала какая-то с речкой внизу. И сунуло. У нас тормозного пути было почти 200 метров. Сбиваю стол передним колесом. Я подскакиваю от этот заградительный, знаете, чтобы... И мы в куветы. Мы так кувыркались. А так на машине мы на крыше остановились. Вернее, там между деревьями. То есть полностью машина разбита. Знаете, кто-то крикнул из дальнобойщиков. Бегом выскакиваете. Думали, что там трупы. Потому что машина может взорваться. Я самый первый. Хоть и самый жирный был. То есть в эту форточку. То есть вылетел. Все братья сиделись. Как ты? Я же сказали, что она может взорваться. Мы так на крыше и остановились. Вы знаете, вылетели все. Машина полная. То есть как бы гибель. Она не подбежала. Там ремонту полностью. Мы так на крыше остановились. Плоско. Никому, ни одному. Одному брату только два ребра. Ребро даже. На колы ребра. Мы потом шутили. Наверное, грешнее всех. И вы знаете, да, было неприятно. Да, было. То есть, ну, жалко было. Знаете. Я только вечером потом отошел. И знаете, я все равно встал и поблагодарил Бога. Конечно, не за то, чтобы попали в аварию. Поймите правильно. Но я поблагодарил Бога за то, что мы живые. И за то, что милость Божия, она с нами. Железо. Это железо. Да, было неприятно. Да, люди потом разное говорили. Знаете. То есть люди есть люди. Но я вам хочу сказать, через время мы оформили снова новую машину. И я забыл перекупы, когда покупали. И даже из проблемы Бог делает всегда благословение. Мы ее продали, чьи наварили. Чего я это все. Я понимал. То есть она была застрахована. Я понимал, с чем придется мне столкнуться. У меня есть принципы. Когда я попадаю в такие трудные ситуации, я сразу даю Богу обет. Может, даст Бог. Я как-нибудь за обет и попроповедую. И я пообещал. Я говорю, Боже, я не хочу с этими страховыми. Тем более в нашей стране. Я тебе прошу, пускай в течение двух недель выплатят. И я обещаю тебе принести определенную сумму в знак благодарности. Знаете, что произошло? За две недели мне закрыли этот кредит страховая. Я еще 10 тысяч гривен наварил. Я дал брату, который занимался. Он еще пять наварил. То есть посредником еще был. Я оформил другую машину. Полностью закрыли кредит. И все были очень сильно удивлены. Говорят, Осипов, ну как это у тебя получается? Я говорю, послушайте, есть принципы, по которым Бог работает. И вы знаете, что для Бога нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного. Аминь. Благодарное сердце, оно должно всегда быть в нашей жизни. Расскажу вам одну историю. Знаете, про историю, как еврей пришел к раввину. Нет? Нет? Ну, по поводу благодарного сердца. Зачитаю. В нашей жизни быть благодарным Богу, мы должны быть за все. И вот приходит еврея в синагогу. И говорит, Ребе, дай мне совет. Ребе, живу я с четырьмя детьми. Женой, тещей. Повернуться не ездить. Как дальше жить? Ребе спокойно говорит ему, купи козу. Совет раввина, закон. Еврей пошел и купил, и все-таки взял и купил эту козу. Проходит некоторое время, он опять приходит к раввину и говорит, Ребе, что ты наделал? В комнате у меня сумасшедший дом. Дети на голове ходят. Теща старая, больная. Тут еще эта коза стоит, почти всю комнату занимает, блеет. Доить ее нужно. Ребе, что мне делать? Ребе постоял, подумал и говорит, продай козу. Еврей пошел, продал козу, приходит через определенное время. Этот же еврей приходит к раввину и говорит, дорогой Ребе, как я тебе благодарен. Я и не знал, что я такой счастливый человек. Ребе, знаете, иногда в нашей жизни что-то может быть есть, и мы забываем быть благодарными Богу за то малое, что в нашей жизни есть. Иногда люди живут еще хуже. Я не говорю о том, чтобы мы сравнивали, но я говорю о том, чтобы мы были благодарными и счастливыми за то, что у нас есть. И когда мы благодарны, друзья, тогда Бог переводит нас на новый уровень для того, чтобы мы вошли в свое призвание. И последнее место Писания, то, что бы я хотел поделиться. И мы еще кое-что сделаем, если пастор позволит. Я хотел бы, чтобы мы сейчас молились об этом огне и группу прославления. Я хотел бы попросить. Это послание к римлянам, 12 глава. Послание к римлянам, 12 глава. Послание к римлянам, 12 глава. Павел говорит. Он говорит такие слова. Послание к римлянам, 12 глава. 12 глава, и написано так. В усердии не ослабевайте, духом пламенеете, Господу служите, утешайтесь надеждой, скорби, будьте терпеливы. И что? В молитве постоянной. В молитве постоянной. Вы хотите, пожалуйста, группу прославления? Мы сейчас что-то сделаем, сделаем духовное, мы снова приблизимся к Богу, и мы споем. Когда мы поклонялись Богу, я записал, мы сейчас споем эту песню, наш Бог великий, воду-вино превратил, да? Вот это прославление, мы сейчас будем все вместе петь, но не просто петь, а мы будем просить, чтобы Бог помазывал нас еще больше. Вы знаете, что мухи, они не садятся на горячую печь. Здесь или нет? Мухи, бесы убегают от того, когда христианин горит, они боятся огня. Когда твое сердце горит, когда твое сердце горит, когда твое сердце горит, дьявол, он убегает от тебя, он боится тебя, твое сердце должно гореть для Бога. И Павел говорил, духом пламенейте, чтобы наши сердца горели по Богу. Чтобы наши сердца горели по Богу, друзья, еще больше. Я хочу молиться, чтобы огонь в нашем сердце был. Огонь в нашем сердце был. Это, конечно, твой выбор. Я не могу тебя заставить. Я не могу тебе, знаете, там где-то руки заламывать. Я не могу тебе что-то говорить. Но я знаю одно. Если у тебя есть желание, ты скажешь Богу, я хочу гореть. Скажи, Господь, помашь меня. Я хочу гореть. Я хочу видеть славу Божью в своей жизни. Я хочу, чтобы ты через меня делал большие дела. Я хочу, чтобы в моей жизни горело мое сердце. Я хочу молиться. Я хочу пребывать в Слове Божьем. Я хочу проповедовать Евангелем. И дай мне, помоги мне, чтобы я был благодарный Богу. Благодарный Богу. И давайте будем петь. Давайте будем петь эту песню. Давайте будем петь этот псалом. Аллилеводу вино превратил. Я хотел бы, чтобы мы все пели. Давайте будем петь эту песню все вместе. С сердцем будем. Богу нравится, когда ты поешь. Наш Бог, Наш Бог, Наш Бог, Наш Бог великий. Он всем покучи. Он выше всего, что дышит. Наш Бог великий. С тобой в силе Наш Бог, Наш Бог. Наш Бог, Наш Бог великий. Наш Бог, Наш Бог, Наш Бог, Наш Бог. Наш Бог великий. Наш Бог, Наш Бог великий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И все сказали, Аминь. Я хочу за вас помолиться. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя, косни силой Твоей и славой Твоей. Дополни славой Твоей, Господь. Не освободи их от всякого зла. Освободи, Господь, от того, что мешало их. Дарим силу Твою во имя Иисуса Христа и благодать Твою именем Иисуса. А я благодарю Тебя и ослаблю Тебя, великий Бог. Отец, Игорь, все, что все сказали, Аминь. Я вас поздравляю. Надо быть в церкви. Хорошо, теперь надо быть в церкви. Понял? Аминь. Хорошо, Свет и Благороди, рождение, мы поздравим. Она готова, чтобы из-за нее были несколько раз. Чтобы Бог ее благословил. Аминь. Господь, я благословю.